В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студзал Сущепотева. Здравствуйте! Более 124 тысяч жителей Башкортостана 13 февраля приняли участие в 39-й всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Она прошла во всех муниципалитетах республики. С этой информацией началось ежедневное утреннее совещание в правительстве Башкортостана 15 февраля. В рамках соревнований прошли семейные старты, эстафеты, прием нормативов ГТО. О том, как стартовала «Лыжня России» в Янауле, расскажем чуть позже. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике превысило 26 тысяч человек. За сутки подтвердили 155 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выздоровел 201 человек. По поручению главы Башкортостана в республике идет работа по возвращению к нормальному формату работы перепрофилированных медицинских учреждений, действующих в режиме инфекционных госпиталей. А тем временем в Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил 94 тысячи доз вакцины. В минувшие выходные поступили еще 20 тысяч доз. Руководитель региона подчеркнул, что масочный режим в республике по-прежнему остается обязательным и напомнил, что с 15 февраля по всему Башкортостану стартует плановая ежегодная диспансеризация населения. Очередной доклад вице-премьера, министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Ивановой, посвященный проведению Года здоровья и активного долголетия, глава Башкортостана отправил на доработку. Ради Хабиров поручил детально проанализировать все причины смертных случаев за прошлый год, в том числе в результате несчастных случаев и отравления от алкоголя и подготовить план по снижению смертности. Именно это, по его словам, и является главной целью Года здоровья, объявленного в нашей республике. Еще одна необычная и интересная новость прозвучала на совещании. Впервые в истории на чемпионате мира в честь победителя прозвучал гимн Башкортостана. На соревнованиях по мотогонкам на льду в Тольятти золотую медаль получил воспитанник башкирского спорта Динар Валеев. А в связи с тем, что Всемирное антидопинговое агентство запретило использовать на соревнованиях российский флаг и гимн, в честь победителя прозвучал гимн Республики Башкортостан. На совещании в администрации Янаульского района заслушали доклад инженера по землеустройству дюртюлинского филиала «Газпром» «Трансгаз Уфа» Эдуарда Мухаммитова. Он рассказал о профилактике нарушений границ охранных санитарно-защитных зон и минимальных расстояниях газопроводов. 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в нашем районе прошли мероприятия, посвященные этой дате. Исполнилось 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Сейчас в нашем районе проживают 99 военных-интернационалистов, участвовавших в боевых действиях за пределами страны. В этот день собрались ветераны боевых действий, родные и близкие погибших солдат-школьники. Участники мероприятия направились к монументу боевой и трудовой славы и памятнику воинам афганцев для того, чтобы почтить память погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Они возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать» и отдали дань уважения тем воинам, кто не вернулся с полей сражений, и всем тем, кто потерял своих близких и родных людей. Торжественная часть продолжилась во Дворце молодежи. Здесь перед собравшимися выступил управляющий делами администрации района Рустам Фадхулин. Он выразил слова благодарности всем тем, кто ценой своей жизни сражался за мир, и тем, кто воспитал настоящих мужчин, защищавших свою страну. Матерям погибших на войне солдат вручили памятные подарки. Военный комиссар Янаульского и Калтасинского районов Марат Харрисов призывал помнить о героях локальных войн, тех, кто исполнил свой воинский долг. Председатель общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Янаульского района Римма Фазылова напомнила всем о том, какой ценой доставались победы. Тогда еще совсем молодые люди проявили верность данной родине присяге. Вы показали высокие образцы мужества, стойкости и героизма. Грудью защищали территориальную целостность нашего государства. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым днем становится все меньше. Их сегодня всего-то осталось шесть человек. Вы, видевшие в них эталон мужества и доблести, приняли эстафету патриотического воспитания молодежи на героических примерах земляков-современников. Тем самым доказываете, что патриот – это тот, кто живет общей жизнью с Отечеством, ежедневным трудом, реальными делами. Медаль за доблестную службу в Афганистане в воздушно-десантных войсках вручили Гавису Ширгазину. Работники культуры подготовили танцевальные номера и вокальные композиции. И что старые раны к ненастью болят, но вчера было солнце, и в солнце с утра, что ж ты плачешь, солдат, у святого огня? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Отчего же ты замен на сердце ладон, а в глазах, как пучья, отразился огонь? Ну, призвался я в 80-м году, 25 октября, военная часть Егоршина нас призвали. Попал в учебку, в Прибалтику, в Литву, в Каунас, в город Каунас. Полгода служил, учился там. На телефонную механику ЗАЗ, на секретную аппаратуру связи. После учебки направили меня в Медвежьи озера, в Подмосковье. Там полгода служил, а потом командир роты подошел и сказал, хотите, направим вас в Афганистан. Какие у вас, говорит, семейные положения? Все, спросил, я говорю, у меня все нормально. Тогда, говорит, готовьтесь. И вот призвали меня в декабре месяце, мы улетели в Афганистан. Приземлили в Шкабуле. Потом нас направили в 357-й полк, там находился. И оттуда распределили на охрану резиденции Баврака Кармаль. Там президент был в то время. Вот эту резиденцию мы охраняли. Вот, ну, каждую неделю выступали на боевые действия, в кишлаки, боевые операции проводились. У меня Миша Прозничев был друг. Вместе призывали с Медвежьих озер. Он, к сожалению, погиб. Он при операции, ну, гушмагами в кишлаке, когда нас окружили, он прикрыл офицера и погиб. Вот такие случаи были у нас. Ну, желание было, скорее бы, домой вернуться. Такое желание было. Живым, здоровым. Такое желание было. Быстрее бы это кончилась война, быстрее бы на дембель и вернуться домой. Такое желание. Это уж у всех самое заветное желание было. Ну, вот дата для меня, конечно... С одной стороны, как праздник, вывод войск. Но, с одной стороны, вот вспоминаю своих погибших друзей. И вот через память я хочу... Грусть... Грусть идет тоже такая. Грустно вспоминать своих погибших друзей. В завершении встречи все желающие смогли посмотреть башкирский военно-патриотический фильм «Сестренка». Встреча старых друзей получилась теплой и трогательной. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Любители лыж по всей стране вышли на старт. Самая массовая и любимая многими гонка «Лыжня России» прошла субботним утром 13 февраля. Немало любителей активного образа жизни и спорта в Янаульском районе. За успехами больших и маленьких спортсменов смогла понаблюдать и наша съемочная группа. Погода субботним утром благоволила всем любителям лыжной езды. На поле Сабантуя собрались сотни начинающих и профессиональных спортсменов от Мала до Велика. Янаульцев поприветствовала начальник отдела социальной и молодежной политики и спорта администрации района Альбина Саляхова и передала слово первому заместителю главы администрации района Салавату Гельмиеву. Желаю вам хороших стартов, удачного финиша. Берегите инвентарь, будьте осторожны, потому что нас очень много. Олга, с праздником! В этот день праздник спорта начался с награждения победителей декады спорта и здоровья 2021. Она прошла в нашем районе в начале января. Команды состязались в пяти видах спорта. По итогам соревнований первое место завоевала команда предприятия электрические сети. На втором месте РН Транспорт, на третьей позиции Янаульская РС. И вот настал самый долгожданный момент этого дня – массовый старт. Дистанция для всех единая – один километр. Подбадривая и помогая друг другу, спортсмены устремились к финишу, чему были несказанно рады. Многие дружат со спортом с детских лет. Увлечение переросло в полезную привычку. И расставаться с ней никто не собирается. Мы старые поколения. С младших лет на лодках катаются. Сейчас тоже иногда бывает катаюсь несколько раз там в месяц. Понравилось так-то? Хорошо. Как трасса? Как погода? Ну, трасса чуть-чуть мягче. Погода отличная. Сегодня отличная погода, теплая, ветра нету, поэтому все члены президиума девочками решили выйти на лыжню России 2021-й. Ну, народу очень много, у всех настроение хорошее, лыжня, ну, в целом, неплохая. И мы, кстати, прибежали не последние. С 60-го года я бегаю. На соревнованиях участвую. Вы лыжник со стажем, да? Да. Потом я поступил в силхоз. Там 4 года я вступал за сборную Башкирии. Два года был в сборной союза по молодежи. Так что у меня стаж есть. Каждый год я принимаю участие в Лыжне России. Вообще стараюсь принимать участие во всех соревнованиях, которые проходят в Янаульском районе. Несмотря на то, что призовые места я не занимаю, но заряд бодрости есть. Сегодня у нас на лыжной трассе районного Завартуя проходит всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России 2021. Она у нас в России проводится уже 39-й год. В этом году у нас очень широко открытывалось предприятие, организации, общеобразовательные учреждения. Очень много собралось любителей лыжного вида спорта, как лыжных гонок. По предварительным подсчетам сегодня у нас приняло участие в массовом старте более тысячи участников. Но это еще не конечный результат. Это те, которые прошли регистрацию. Много участников было, которые стали на лыжную без регистрации. По завершению массовых гонок мы начинаем прием норматив Всероссийского культурно-спортивного комплекса готовств к лыжной обороне. Будут дистанции у нас по возрастным ступеням ГТО с первого по одиннадцатой ступени. Победители лыжни 2021 были награждены медалями и дипломами. Специальными призами были отмечены самые возрастные участники. Это Ильдар Кеков и Зоя Заякина. Ей на минуточку 89 лет. Самыми юными участниками этого дня стали четырехлетний Артем Васильев и шестилетняя Аня Изибаева. Многие участники пришли на спортивный праздник целыми семьями. Откликнулись практически все предприятия и учреждения района. Самые большие и дружные команды Презентация детского литературно-художественного журнала «Акбузат» в честь его 30-летнего юбилея состоялась в Новоартаульской школе 12 февраля. Для ребят художники издания подготовили мастер-класс по рисованию липы. Можно едва касаясь вот так вот. Тематика выбрана не случайно. Липы символ башкирского рода уран. Дети старательно повторяли этапы рисования дерева за художником журнала Артуром Василовым. Начиная от создания силуэта липы постепенно прорисовывали самые маленькие детали. Школьники с удовольствием создавали свои маленькие шедевры. По словам организаторов участие в подобных открытых уроках позволяет детям посмотреть на простые вещи с другой стороны. Даже не столько научим рисовать, сколько мы приобщаем к этому удовольствию рисования, к этому какому-то умению, чтобы к рисованию была тяга, ну интерес это же развитие, это очень интересно. Все дети любят рисовать. С детства каждый все равно делает по-своему как-то. Каждый у каждого свой мир. Как бы вот мастер-класс это такая пошаговая штука, да, то есть мы рассказываем, я показываю это пошагово сделать, и так все равно каждый делает по-своему, каждый делает в своем ритме, каждый делает в своей палитре. то есть каждый ребенок, он уникальный же, каждый ребенок это мир, и вот он все равно рисует так, как он видит, а не так, как я даже предлагаю. Я просто предлагаю определенную как бы последовательность рисования, чтобы как-то вот осталось, что это можно изобразить так, по ходу можно рассказать вот о том, что мы рисуем, в то же время как-то вот поиграть в это время. Пока жюри оценивало результаты ребят, школьники посмотрели фильм «Шумер» на северо-западном диалекте башкирского языка и заполнили анкету о том, какие мультфильмы они предпочитают смотреть. Лучшие работы были отмечены памятными подарками. Сотрудники журнала отметили красочность и индивидуальность картин школьников. У нас самые замечательные художники у нашего журнала, потому что это те художники, они все именитые художники нашей республики. Вот один из них, Артур Василов, который сегодня провел мастер-класс, вот тоже третий раз, он в третьем районе уже проводит, детям нравится. Если мы в Ураевском районе рисовали Акбузат, потому что как в юбилей журнала, а уже в Астинском районе мы рисовали птицу рода Балахсы, это Карагуш. И вот уже в Янаульском районе мы рисовали дерево рода, башкирского рода Уран, это Липа. Мне кажется, что у детей получилось все. Мы лауреата выбрали трех человек и один Гран-при. Кроме этого, все остальные рисунки у нас детей выйдут на сайте. Самый лучший рисунок выйдет в журнале, но каждый рисунок мы опубликуем на сайте, потому что каждый ребенок достоин внимания. Мы им приготовили красивые подарки. На Гран-при дали планшет с башкирскими шрифтами. Там ребенок может сам самостоятельно научиться башкирской песне из башкирской сказки послушать и может самостоятельно изучать литературный башкирский язык. Сейчас каждую неделю мы вот так будем по районам ездить и презентовать наш журнал. Это для того, чтобы у нас закрепилось живое общение с детьми. Во-первых, потому что то, что делает журнал, это, можно сказать, даже 25% той работы, как мы должны работать с детьми. ребенок Башкортостана, он должен каждый раз чувствовать к себе внимание, он должен знать, что он... Мы же всегда говорим, дети наши будущие, дети не наши будущие, они наши настоящие. Вот-вот, через 10 лет, через 15 лет вот эти же дети сами будут организовывать, допустим, те же праздники рода Уран. Это мы готовим их к этому, чтобы они знали свою историю, знали язык, чтобы они знали культуру, они... у них... вот эти рисунки, это привитие же к искусству. Дети подготовили костям свой маленький подарок. В этот день они рассказывали стихотворения на башкирском языке. Гуляра Сиддикова, Нил Сайфин, служба новостей Янаульского телевидения. Военно-спортивная игра «Зорница» прошла в Янаульском лицее 15 февраля. Участие в соревнованиях приняли ученики седьмых и восьмых классов. Школьникам предстояло выполнить немало интересных и увлекательных заданий. Например, перенести с поля боя раненого товарища, показать свою физическую подготовку, пройти полосу препятствий и многое другое. Каждая команда хотела проявить себя в полной мере и прийти к победе. Достигнуть заветной цели ребятам помогли сплоченность, взаимовыручка и принятие правильных решений в экстремальных ситуациях. Близится самый мужественный праздник в этом году, День защитника Отечества. Праздник мужества, отваги, смелости, храбрости. И ежегодно, традиционно, Боу-лицей проводит мероприятие, посвященное этому дню. Вот и сегодня среди обучающихся седьмых-восьмых классов также проводятся мероприятия, где наши мальчишки-девчонки будут соревноваться в таких этапах, как оказание первой доврачебной помощи, минное поле, будут показывать сигналы бедствия, вязку узлов и многие другие интересные состязания. Заранее должны были ребята продумать девиз, название отряда, форму подобрать соответствующую, ну и некоторые элементы стрелевой подготовки. Все это отрабатывалось до с классными руководителями и с учителем ОВЖ. Соревнования по шахматам в зачет спортивных игр района прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 12 февраля. Участие в шахматных поединках приняли 8 трудовых коллективов. Шахматы игра королей цивилизованная и стратегическая. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» царила в этот день дружественная атмосфера, соревновательный дух и уважение к соперникам. В соревновании приняли участие мужчины и женщины разных возрастов. В каждой команде двое мужчин и одна женщина. Согласно положению состав команды было определено две мужчины и одна женщина. При этом женщины могли право играть и на мужской доске. Регламент игр был определен с представителями команд. Мы играли в Блиц. То есть каждому игроку на парте давалось пять минут. Кто-то успевал ставить шах и мат, кому-то кто-то получался выиграть только по времени. Уровень команд хочется отметить, что довольно-таки высокий. Фавориты выигрывают свои игры. Турниры по шахматам в нашем районе проводятся часто. Но в связи с нашей обстановкой большинство турниров у нас перешло так называемое онлайн-режим. Кубки и чемпионаты мы стараемся проводить часто. Борис Марков играет в шахматы уже более 13 лет и является одними сильных шахматистов района. Всю свою молодость вел активный образ жизни. С возрастом активные виды спорта начали даваться тяжелее. Теперь на первом месте шахматы. У меня учитель был Арестов Николай Павлович. Шахматы у него основные виды спорта перестали. Уставал я и перешел на шахматы основные. Остался еще теннисом. Шахматы мы играем. По воскресеньям обычно собираемся между собой играть. Турнир интересный. Играем Блиц. Игра быстрая динамичная. Шахматы очень интересная игра. Приглашаю шахматы. По итогам турнира в командном зачете первое место вновь у команды Центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений. Они уже не первый год становятся абсолютными чемпионами. На второй позиции Янаульские электрические сети. Третье место у шахматистов Янаульской центральной районы больницы. Регина Фазылова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Семнадцатого февраля Ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 25, минус 27, дню минус 21, минус 23 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность без существенных осадков на отдельных участках дорог Гололедица. Ветер переменных направлений 0,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 26, минус 31, местами до минус 36, днем минус 15, минус 20, местами до минус 25 градусов. 16 февраля. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году на Закавказском фронте Первой мировой войска генерала Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум. Наступательная операция в тяжелых зимних условиях состояла из нескольких сложных этапов и завершилась разгромом противника. Турецкий гарнизон отступил, потеряв до 70% личного состава и почти всю артиллерию. Эрзерум был взят. Великий князь Николай Николаевич подошел к выстроенным войскам и поклонился им до земли. Затем расцеловал Юденича. Красивый вкусный бутерброд и пару сочных яблок нам мама утром соберет, чтоб перекус был сладок. Колбаса «Краковская буженина» в 139 рублей. Сыр «Гауда» – 369. Яблоки «Голден» – 59,99 за килограмм. Срок акции по 21 февраля 2021 года. Подробности у продавцов. Дешево, 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 дешево. Аэрозоли, микстуры, таблетки, мази, сиропы, бинты и салфетки. Радуют выборы, низкие цены в очень доступных аптеках «Формленд». Гардио «Магнил» – 75 миллиграмм. 100 таблеток всего за 175 рублей. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Внимание! Не перегружайте электросети. Перегрузка электросетей может привести к пожару. Будьте осторожны с электричеством. Алло, полиция. Здравствуйте. В школе 9761 находится бомба. Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...